Всем привет! Меня зовут Никита Кислов, я тренер по плаванию. Я научил плавать более тысячи человек. А сегодня у нас популярная рубрика «Вопрос-ответ». Один из подписчиков в комментариях задал вопрос. Никита, как считать проплатые метры и что делать, если ты сбиваешься? Сегодня мы с вами поговорим об этом. Если готовы, погнали! За свою жизнь я проплыл более 350 километров, а это примерно 7 тысяч бассейнов. Я сотни раз сбивался, злился и не понимал, что же делать. Как говорится, все приходит с опытом, и у меня для вас есть 5 способов, как считать пройденные метры в бассейне. Способ номер один. Считайте бассейнами. Ребят, что это значит? Любую дистанцию вам надо поделить не на метры, а на бассейны. Допустим, если в 25-метровом бассейне вам надо проплыть 200 метров, это 8 бассейнов, то есть 8 отрезков. Соответственно, когда вы плывете, вы считаете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Когда цифры маленькие, считать получается легче, нежели если бы вы считали 175, 150, 200 и так далее. Способ номер два. Считайте в голове метрами. На самом деле метрами считать сложнее, можно запутаться, но сейчас я дам маленький совет, как плыть и не сбиваться. Ребят, когда вы плывете, считайте тем, что у вас будет. Например, будет 25 метров, дальше будет 50 метров, будет 75 и будет 100 и так далее. Просто когда вы себе в голове проговариваете, будет столько-то, вы именно это запоминаете. В отличие от того, что большинство из нас считает так, проплыл 50, проплыл 150, проплыл 200 и так далее. Потому что рано или поздно, когда вы забылись, вы начинаете вспоминать и пробуете сказать, блин, а сколько же я проплыл? Способ номер три. Поставить счеты на бортик и перекидывать их, когда вы доплыли. Но на самом деле я пошутил. Правда сказать, по своему опыту я видел одного мужчину, который приплывал и передвигал поплылки дорожки, думая, что они помогают ему считать. Но как только он уплывал, волна опять перемешивала все поплылки и не знаю, на самом деле, как он правильно вел учет. Способ номер четыре. Специальные мультиспортивные часы. Принцип этих часов в том, что они считают проплатые метры, количество грибков, пульс мерят, даже температуру воды могут измерить. А также бывают модификации, которые показывают, сколько вы проплыли на открытой воде и рисуют схему вашего трека. Плюс этих часов в том, что они абсолютно вас могут выключить из процесса. Минусы, что не все часы считают точно. Также ценовая категория этих часов от 2000 рублей за какие-нибудь супер китайские на Алиэкспрессе до 70 тысяч крутых брендов. Кстати, мы делали обзор мультиспортивных часов для плавания. Вы можете посмотреть их вот по этой подсказке. Пятый способ. Есть счетчик на палец. Вот такой. Принцип его довольно просто. Он надевается на палец, и когда вы проплываете в бассейн, вы на него нажимаете. И он механически считает. После тренировки вы просто смотрите, сколько бассейнов вы проплыли и переумножаете на количество метров. На самом деле, я не пробовал плавать с такой штукой, но я заказал на Алиэкспрессе. Как только они ко мне придут, мы обязательно сделаем с ними обзор. Друзья, напишите в комментариях, как вы считаете проплатые метры в бассейнах, что вы делаете, когда сбиваетесь. И, может быть, есть у вас какие-то советы, которые помогут новичкам плавать грамотно. Также прямо сейчас обязательно подпишись на мой канал и поставь колокольчик, потому что колокольчик будет сообщать тебе о новых выпусках. Как только ко мне придется Алиэкспресс вот этот напалечник, я обязательно его протестирую и разыграю среди моих подписчиков. Ну, а на этом все. Это был Никита Кислоп, школа плавания SwimRocket. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok